Всем привет! Добро пожаловать на канал ProgBlogTV. Меня зовут Вика. Рядом со мной Михаил. И сегодня он по традиции, как и многие мои герои, поделится своей историей переезда, опытом поиска работы. Чем ты сейчас занимаешься? Вкусной знаешь, что такое? Я нет. Это компания, которая занимается доставкой еды из ресторанов. Или это может быть что угодно из любого магазина. У них недавно был рекламный ролик на YouTube, когда девушка написала custom order. Я хочу получить одежду для какого-то фестиваля, у меня есть такой-то бюджет, пожалуйста, съездите в такой-то магазин, мне тут кто-то купите. И там какой-то парень откликнулся, поехал ее купил, и она потом показывала на YouTube, что ей купили, там, в общем, достаточно ей понравилось. То есть компания, которая связывает кастомеров, непосредственно, кто заказывает людей, которые являются курьерами, и магазины или рестораны, откуда доставляют еду или продукты. И в процессе работы этой тройной схемы, кто заказывает еду или кто является курьерами, они могут пытаться обмануть систему. Каким-то образом получить деньги с системы. Или, например, когда ты заказываешь еду, можно воспользоваться украденной кредитной карточкой и попробовать получить, ну, как бы вывести деньги с нее через покупку товара. Чтобы это превозвратить, в PostMays есть специальная команда, которая занимается анализом данных, есть разные модели, которые анализируют каждый заказ и делают предсказание, что является это попытка кражи или нет. И ты участник этой команды? Да, и сейчас я в этой команде, сейчас непосредственно работаю на уменьшением краж, которые могут совершать курьеры. Насколько твоя работа занимает много времени в той жизни? И как ты организовываешь свое время? Вот условно говоря, сейчас мы договорились в этом мероприятии, в интервью, и у тебя там что-то поломалось на работе, и ты из машины что-то чинил. Вот насколько часто случаются какие-то подобные ситуации, вот насколько длинный у тебя рабочий день? Ну, то есть, хочу понять, вот часто говорят, что в Америке очень много работают, очень много. Что ты можешь сказать? Я тоже слышал, что в Америке очень много работают, но, то есть, у меня был опыт работы в компании Bright Pattern в московском офисе и в американском офисе. В московском офисе работали больше, в Bright Pattern работали больше по сравнению с Postmates. То есть, я уже опасаюсь, что будет в следующей компании. Ты поработал внутри одной компании, в России и здесь, в Америке. Есть ли какие-то отличия в рабочем процессе, в общении, в коммуникации между твоими коллегами и тобой, да? То есть, какие-то любые отличия, которые ты наблюдал? Ну, я могу сравнить работу в московском офисе Bright Pattern и местном офисе. То есть, там мы работали, и офис был маленький, то есть, работа такая была, как бы удаленная от основного офиса. И это накладывало некоторые ограничения, то есть, было труднее коммуницировать, а когда переехал сюда, сильно почувствовалось большую увлеченность. И многие вопросы было проще решить, просто вот подойти к человеку, спросить что-то, там, показать, как-то обсудить. То есть, это было сильно, сильно просило коммуникацию, сильно ускорило, наверное, разработку. Опять же, с московским офисом и местным мы общались с основным одним человеком, и это общение было или рано утром, или рано вечером, из-за разницы таймзон. А здесь, ну, можно делать во время рабочего дня. А что касается коммуникации, я слышала, что, ну, вообще, вот, очень многие компании боятся нанимать программистов, которые только приехали, и они не могут отследить их бэкграунд, работали ли они в какой-то американской компании. Боятся они этой почему? Потому что говорят, что, ну, вот, может быть, проблемы из-за профессиональной культуры непонимания. Вот, как принято общаться в российской компании программистам, и есть ли отличия общения между программистами здесь? Когда я переходил из Bright Pattern, вот, Postmates, то я каких-то проблем вообще не заметил. То есть это команда, люди очень отзывчивые, там, что-то спрашиваешь, подсказывают, каждый старается помочь, каждый старается как-то сделать лучше. И, наверное, что удивило немножко, когда тем лиц спрашивает, а кто хочет, там, вот это сделать нужно? И реально люди говорят, о, класс, мне это интересно, я хочу. То есть сначала это было немножко необычно. Но при этом работают меньше. При этом работают меньше, да. А как думаешь, почему? Ну, может быть, это уже не сильно маленькая компания, ресурсов больше. С другой стороны, то есть тебе не нужно работать, например, там, с утра до вечера, чтобы завершить конкретную фичу и выпустить ее в продакшн. Тем более в нашей команде, это больше, ты должен более качественно сделать какую-то работу, подумав, как это лучше сделать, нежели что, вот, набросать прототип и в продакшн запустить его. Может быть, люди более расслаблены, не знаю. Ну, окей, ладно. В любом случае, это хороший ответ, потому что всегда хорошо сравнить. Институция говорит, что, например, коммуникация вот в России с коллегами, она намного проще, там, люди прямее говорят, а здесь надо, там, простите, пожалуйста, вот такие вещи ты не наблюдал, да, там? Ну, у меня просто, так как я работал с Bright Pattern и там подавляющее большинство коллег русскоговорящих, то я английский почти не использовал. То есть я нахожу здесь уже больше пяти лет, но английский разговорный на достаточно низком уровне. Ну, потому что... И когда в Postmates мне нужно подойти к кому-то, что-то объяснить и как-то рассказать, то первые, наверное, месяцы у меня голова взрывалась уже. То есть там был достаточно такой большой поток новых знаний, новая система, новый способ разработки, новые утилиты, новый язык. То есть почти все новое. Еще новый язык разговорный. И это не сильно упрощало. А в плане коммуникации между людьми, ну, каких-то проблем не было. Ты здесь живешь и получаешь зарплату. У тебя, понятно, как у всех людей есть расходы, там, на жилье, на все вот это. Сколько в процентном соотношении остается вот у тебя, и остается ли какой-то кусочек от зарплаты, который ты, например, куда-то сохраняешь и тратишь на путешествие или еще на что-то просто сохраняешь? Когда я работал в Брэд Паттерн, то в основном я тратил то, что оставалось на путешествии. А сейчас у меня, ну, вот, что-то остается больше. Но ты не можешь сказать в процентах приблизительно, сколько остается. А зарплаты? Да. Процентов 30, наверное. Как ты организовываешь свое время? Я уже задавала тебе такой вопрос, но есть ли у тебя, ну, какая-то система, например, или ты вот как, как получится? Ну, у меня в течение недели есть работа, есть определенные дни, когда я хожу в спортзал, и определенные вечера, когда у меня более-менее кто-то свободное, ну, то есть, значит, что я могу дома посидеть, кто-то почитать и посмотреть какие-то курсы, опять же сделать какие-то занятия по курсам. На выходных я в основном занимаюсь чем-то более интересным, там, когда есть возможность съездить куда-то, то еду, ну, или просто там общаюсь с друзьями, соответственно, ну, в основном выходные я провожу с девушкой. Ты работал вот в компании, еще раз вернусь к ней, Bright Pattern, да? И вот насколько там практикуется вот повышение сотрудников? Видит ли ты, когда люди приходили на джуниор-позицию и дорастали там, не знаю, до архитектов? Компания Bright Pattern очень маленькая. То есть, в этом офисе программистов район 10 человек. Смысл расти от джуниора до синьора, ну, как бы тебя могут назвать или так, или так. Когда я пришел, я начал заниматься, там, одним компонентом в системе. То есть, каждый человек занимается одним или несколькими компонентами, и он за эти компоненты ответственен, то есть, он постоянно разрабатывает новые фичи в этих компонентах и исправляет ошибки. Поэтому, как назвать позицию, это не столь важно. Да, да. Какие можешь ты дать советы людям, которые задумываются о смене работы? Ну, пускай они находятся здесь или там где-то еще, но хотят поменять работу, приехать и поработать на американскую компанию. Что нужно знать для того, чтобы пройти собеседование? Вот такую компанию, например, в которой ты сейчас работаешь? Нужно готовиться. Ну, что готовиться? Алгоритмы решать? Решать алгоритмы. Желательно пройти несколько курсов по алгоритму, чтобы знать их, если есть. Но, опять же, есть очень классная книжка Cracking Decoding Interview. Там есть план, что есть, если у тебя есть год, если у тебя есть три месяца, если у тебя есть две недели, там есть план, который тебе говорит, на что можно сфокусироваться. Ты по какому плану шел? Я шел по плану... Когда я начал искать? Да. Я пошел решать задачки на Лидкод и я пошел набирать практику в прохождении интервью. Для этого год назад, наверное, еще начал использовать интервью Айо. Да. В общем, есть набор сервисов, в которых ты можешь с живым человеком пособеседоваться. Ну, это стартап, который находится, по-моему, в Сиэтле, да? И его даже, по-моему, русскоговорящие ребята... Есть несколько... Я на том сайте пробовал, но там было очень мало интервьюеров и очень редко можно было найти человека, с кем пообщаться. Потом нашел другой сайт, но, к сожалению, не помню, как он называется. Там вот идея в том, что на этом сайте люди такие же, как ты, ищущие работу и желающие потренироваться в прохождении интервью. Ты говоришь, когда ты доступен, когда ты хочешь пособеседоваться. Тебе сайт представляет задачу, которую ты будешь спрашивать своего напарника. То же самое напарник должен спросить тебя задачу. У тебя есть 30 минут, у него есть 30 минут. Ну, там какое-то время, в общем, пополам. И ты уступаешь в роли интервьюера или человека, который интервьюирует. Да. То есть это очень удобно, и это помогло... Ну, мне конкретно более комфортно чувствовать с языком во время интервью. И когда ты... Ну, процесс интервью сильно отличается, нежели от того, что ты сидишь спокойно в обстановке, решаешь задачу. Да. То есть набор вот этих вот... А ты не помнишь название этого сайта? Я могу прислать потом. Окей. Тогда ищите его в описании к этому видео. Хорошо. Давай тогда еще поговорим о том, о твоих планах на карьеру. Ну, ты недавно сменил работу, и, скорее всего, пока у тебя планы связаны с этим, но тем не менее, озвучив. Чем бы ты хотел заниматься? Как ты себя видишь, например, лет через пять в профессии? Лет через пять пока точно не знаю. Я знаю точно, что мне интересно сейчас заниматься машинным обучением. То есть я хочу, если текущая позиция будет позволять заниматься больше диплёнинг, получать больше знаний именно в этом направлении, больше экспертизы, больше опыта. Дальше, в зависимости от, опять же, текущей позиции, это или продолжить работу здесь, или искать что-то другое уже, опять же, касательно диплёнинга. Ну, если бы ты сейчас менял работу, например, назови три компании, вот свои мечты. Куда бы ты хотел отправить свое резюме? Наверное, Airbnb, Lyft. И Uber. Нет. Почему нет? Ну, Uber они какие-то. Хотя, может быть, и Uber, у них команда достаточно сильная по... Точно не Apple, а, скорее всего, не Facebook. Ну, а ты поясни, почему не Apple точно? Ну, это какие-то слухи, наверное. Почему нет? Ну, просто не нравится. Ну, ладно, хорошо. Раньше я хотел в Google сильно попасть, ходил к ним на интервью, пытался, возможно, попробовал бы в Google, да. Но, услышав несколько мнений о том, что, ну, конкретно, человек, который проводил мое интервью в Postmates, он про себя немножко рассказал, сказал, что вот я работал в Google, пришел в Postmates. А вопрос «Почему?», он говорит, ну, в Postmates намного интереснее, потому что ты больше работаешь вот с чем-то живым, нежели сидишь в команде где-то глубоко-далеко и разработаешь какую-то маленькую фичу, что-то сильно вот там. Ну, а в стартапах ты себя не видишь? Ну, в каких-то вот не таких стартапах, как Airbnb, которые уже, ну, не совсем стартап, а в таких вот начинающих, где действительно такой режим совсем другой? Или ты все-таки смотришь на крупные компании? А если стартап занимается тем, что мне интересно, и я могу там получить больше экспириенс, опять же, касательно массивного обучения, то почему нет? Просто проблема в том, что в стартапах есть какая-то профильная тема, в которую вкладываются ресурсы, и остальные немножко вот сбоку. Хорошо. Ну, тогда последний вопрос. Стоит переезжать из России сюда? Для программистов? Если не можешь найти работу в России, то да. То есть здесь ты найдешь работу? Нет, это не значит, что ты здесь найдешь работу. Но если ты не можешь найти работу в России по тому, чем ты хочешь заниматься. То есть, ну, здесь выбора компании, безусловно, больше. А если у тебя есть куда расти в России, то смысл переезжать? Зачем? Ну, опять же, у каждого есть свои идеи, свои желания. Поменять страну, там что-то увидеть новое, что-то интересное, то да. А если ради такой работы, ну, я бы не сказал, что это необходимость. Спасибо тебе за интервью, за то, что поделился своим опытом, рассказал свою историю. На этом у нас все. Всем пока. Встречаемся в следующих выпусках. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»